Отличный пример частного государственного партнерства. Впервые в истории региона инвестор не только развивает бизнес, но и берет на себя социальные обязательства по строительству дорог. Корпорация Грин реализует в областном центре масштабную программу по развитию дорожной инфраструктуры. Так, уже этим летом в августе куряне смогут прокатиться по расширенной шестиполосной магистрали в районе Сха. Кипит также работа между проспектом Вячеслава Клыкова и улицей Энгельса. Масштабы строительства оценил глава региона. Рельеф Секурской области в двух километрах. Еще недавно проспект Клыкова и улицу Энгельса разделяла враг. Зато сегодня два района уже обрели четкие границы связи. Почти два с половиной километра дороги Крымская. Это новая транспортная артерия, которая облегчит сообщения жителей густонаселенного юго-западного микрорайона с центром города. В настоящее время уже отсыпана почти половина магистрали. Построены все необходимые коммуникации. Сегодня ведутся переговоры с жителями частных домовладений. В этом году их ждет новоселья. 16 жилых помещений и одно нежилое помещение оценивается в 2,5 миллиона рублей. Это наша оценка, независимым оценщикам. 16 жилых помещений оценивается в 28 миллионов рублей. Ну и земельные участки. Здесь их 22. Развивать дорожное хозяйство вместе власти и бизнесу – отличная тенденция, подчеркнул глава региона. Это хороший пример для других предпринимателей. Пусть смотрят, как говорят, изучают. Я думаю, что мы еще к этой проблеме вернемся. Потребность в дороге очень большая. И то, что она проходит вот здесь и, как бы сказать, способствовать будет разрядке движений по улице 50 лет октября и по Энгельса и так далее, где сегодня уже есть большие проблемы. Это очень важно и очень ценно. Это большое дело, когда власть с бизнесом садится за стол и предлагает вместе работать, как Александр Николаевич сказал, на благо Путин, на благо страны, губернатор, на благо своего края. Кроме этого, дорога под названием Крымская будет везти Курян сюда, в грин-центр, площадью 140 тысяч квадратных метров. Впервые в регионе именно здесь будет размещен спортивно-концертный зал «Трансформер» для проведения самых различных мероприятий. Открытие запланировано на осень 2016 года.